вас привет всем и рыжик и блондинка и мы вас привет из города тула куда мы приехали буквально выходные на один день приехали мы чтобы встретиться с нашими знакомыми друзьями перед новым годом но и сделать какие-то дела и наш выбор для проживания в этот раз упал но такой вот необычный для нас вариант для города тула потому что обычно мы останавливались либо у друзей либо до того как продали квартиру своей собственной квартире но в этот раз мы остановились в отеле отель называется азимут тула находится на улице советская очень удобно расположение в этом видео все покажем все расскажем и такое небольшое отступление мы бронировали отель на сайте островок внизу оставляем оставим вам скидочку скидочку тоже оставим ссылочку и там же будут промо-коды промо-коды действительно до 31 числа поэтому от нас вам такой небольшой подарочек по небольшую скидочку если верить по этой ссылке введите промо-код будет такое мини-мини счастье надеемся будет вам полезно впереди новогодние праздники и даже любая скидка в 1000 и в полторы тысячи рублей это ощутимо но возвращаясь к отелю в этом видео будет про отель про заселение про наш номер и про завтраки в отеле такой вот мини-мини обзор надеюсь опять-таки кому-то будет будет полезно в общем поехали а 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 комната 202 203 а вот сюда вот на 219 у нас ой а здесь красиво и какой он большой думал не очень большом там такой большой да не очень большого здесь прям так это так а мы сюда идем правильно нет не сюда я нам и я что мы не обладили я посмотрела на нумерацию не обратила внимание куда вот весь здесь 220 219 и они на ту стрелочку посмотрела но я смотрел с антуражом очень чипром очень новенький нашла 215 на что наш номер наш номер еще раз показывал план 219 стандартный номер заходим сразу да здесь у нас шкафчик с большим большим таким хорошим зеркало зеркалом а для чемоданов есть когда не знаю куда его позже поставить надо чемоданов она вот и стоит думаю вы куда туда я вижу тапочки есть вешалочки вот таких не так много но в общем то нормально есть сейф сейф бесплатный инструкция есть есть даже какие-то салфеточки для обуви вот такие вот полочки есть и есть крючок а и вот там вот полочка вот значит сама комнатка веру повторюсь но не очень большой номер стандартный но для так переночевать вполне возможно принесли второе одеяло у нас 1 на кровать на двоих на предложили ее раздвинуть ну в общем то она край большая мы и так вполне главное чтобы два одеяло было так мы поспим мы пришли вот такая вот приветственная штучка здесь лежит так приятно прям мими-ми-ми это меню наверное сервис бара анки телефоны дополнительные услуги они могут предоставить принести в номер дополнительно если захотим вот это вот может быть все попросите это все бесплатно принесут телевизор на стене водичка две бутылочки есть чайничек есть к рыбашка сливки я вижу сухие я вижу чая вижу кофе где-то наверно может быть мини-бар вот так наверно вот открывается мини-бар 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 пустой это саде даже хорошо что он пустой до заморачиваться до для заказа еды можно отсканировать что еще свет есть розетки есть розеток кстати много свет до свет хороший а вот я пытаюсь понять пытаюсь открыть он ой какой из бы нифига себе балкон ну-ка сейчас ой вот это неожиданность какую огромнейший балкон правда скользко очень во внутренний двор получается да вот там пешеходная улица а нет вот пешеходная улица вот это пешеходная улица но прям балкон классный и даже приятная неожиданность выше балконов нет а нас балкон дать второй этаж летом в общем вот такой товар ванная забыл уже про ванную а вот такой то еще здесь есть крючки можно повесить здесь еще одежду кондиционер и ванны она получается вот вход тоже не очень большая сама душевая такая вот все вроде бы чистенько очень там так ну приятно туалет полотенчики есть полотенчики для лица есть для ног есть для тела есть для рук очень полотенчиком искал очень очень много фен раковина получается мыло расческа косметические наборы и стандартный гель для душа лосьон для тела и шампунь вот такой наборчик ну я сказал очень очень приятненько доступила утром наше первое утро в отеле аськун тула конечно что моя моя брать назад завтрак проходит на территории страна светский который лицаря тоже находится он идет либо формате шведского стола либо аляка когда людей много поселенцев отели много то шведский стол чё когда-то давно приезжают в общем поднялись посмотрим красивая лестница ты мими 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 невогодний вот такой узал прям очень красиво так и это еда сухие завтраки вижу есть я вижу топинги такие у имени клерки я хочу про мини клер я очень захотела сразу йогурт я вижу есть кефир йогурт питьевой молоко творог сметана сыр фета доброе утро а у вас наверно можно заказать что-то да а прелесть вообще сыра и вот такая вот есть даже на 3 лосось из красненький прям супер дальше весь нас венские вафли сырники панкейки здесь у нас шампиньоны картофель baby и бруссельская капуста сосиски бекон я прям в восторге кавша овсяная на молоке и каша рисовая на молоке так по напитку при даже шампанское есть водичка сок яблочные апельсиновые вот такой вот капсульное кофе молоко и тульский самовар чтобы налить себе чай но не красота же вот такая вот прелесть на завтрак я считаю что прям ням-ням-ням-ням-ням класса и сейчас в россии же выжды сок а вот и сок яблоко садерей как много да давай чин-чин все шампунски мамы соком и так расположение отеля азима тула получается вот напрям автобусная остановка здесь много транспорта ходит мимо города вовсе доехать до а вот там мост через реку и я видите получать вот она шлем это музей оружия если нам идти вот сюда вот получает но в сторону музея оружия и вот туда прям сейчас покажем будет пешеходная улочка который ведет непосредственно уже в сам кремль есть еще одна гостиница есть вот у нас шероб называется там буквально по моему пять либо шесть номеров что ли очень маленькая но там каждый номер в своем стиле типа номер анна каренина первых без ухов вот в таком стиле пытались там тоже попробовать но пока номеров там не было а вот получается пешеходная улочка и там вот вдали уже виднеется кремль если же пойти в ту сторону до конца вот где получается стоит универмаг вот он универмаг не доходя на него пошли перед ним будет дорога вот в этой части будет территория искра где-то находится много таких ресторанчиков вкусных в том числе ресторан салданс мы про него уже как-то показывали в нашем видео там безумно вкусные стейки вообще вот территория икра искра вот в этой части тоже очень удобно расположена поэтому видите расположение у отеля азимут в данном случае очень очень удачная ну и доехать до ж.д. вокзала допустим который ведет на поездами до москвы это вот в ту сторону буквально вот туда вот на такси но 5-10 минут людей пятеро мало 10 минут на такси да можно транспорте получается нужно вот дети по поединам перехода перейти на ту сторону где концертный зал и в ту сторону поехать это 6 36 по моему и 7 троллейбус и также доехать до ж.д. вокзала а рядом как раз вот соседний вход это с ресторан светский где проходит по травму завтраки для жителей отеля азимут также на завтраке можно прийти сюда просто с улицы а вчера было написано что стоит полторы тысячи рублей завтрак но может быть наш другая сумма не даемся гарантировать но завтраки в этом видео вы видели поэтому они реально очень-очень классный решили дойти все таки вот и на территории искра ресторан сразу на входе солданс если планируете тасс пойти особенно вечером выходного дня его пятница то очень советуем заранее бронировать столики пользуются большой популярностью а еще вот здесь вот вот в этой части вот там вот очень вкусная пиццерия прямо из печки при вас готовят потрясающе тоже советом если будет туле заглянуть туда ну а так вот она вот туда продолжается территория искра до культура в общем такой вот он ночная жизнь города тула скажем так территория искра ну что дорогие друзья вот такой вот небольшой обзорчик отеля азима тула у нас получился а помимо островок также тот отель доступен для бронирования на яндекс путешествие тоже ссылочку внизу оставим чем интересно яндекс путешествие то что если у вас есть карта плюс то вам могут дополнительно начисляться скажем так бонусы на карту плюс которыми потом можно будет воспользоваться тоже такой небольшой его лайфхак но на этом не знаю как тебе отель скажи свое впечатление у меня отель поразил честно говоря то ли я даже и не думаю что может быть отель такой классный во первых он новейший он безумно чистый вот прям вот чистота здесь ковролин но это абсолютно не чувствуется кровати вообще сногсшибательные подушки одеяла все вообще в лучшем виде и что самое интересное когда мы на рецепшен заселялись и сказали что нам нужно второе одеяло то мы не успели подняться на второй этаж как уже нам несли второе одеяло то есть обслуживание здесь просто на высоте в полном смысле этого слова но есть конечно небольшие минусы маленькие такие но это первый минус это минус очень многих отелей здесь слышимость слышимость очень хорошая шумоизоляция скажем так как во всех отелях но в берушах я ничего не слышу даже не в том смысле что берушах здесь в общем то не шумные это я очень чутко сплю и соседи здесь не такие уж и шумные вот и второй минус я бы посоветовал работникам этого отеля все-таки чуть-чуть прибавить вешалок в шкафу потому что если люди приезжают сюда на несколько дней и захотят как-то повесить ну развесить свою одежду то им вешалок не хватит даже на двоих человек вешалок маловато ну а так вообще на высоте а еще в этом отеле будет свой спа на минус первом этаже он сейчас нам сказали что строится пока он только в проекте его делают но обещают что скором времени его тоже откроют и будет якобы он ну не маленький то есть там и бассейн будет и сауна и все 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 надеемся в следующий раз когда мы приедем в тула он уже будет открытым а сможем его тоже показать в общем надеемся вам наш такой мини обзор понравился на этом мы с вами как обычно прощаемся пожелаем вам крепчайшего здоровья и хорошего настроения как вы знаете хорошее настроение мы всегда создаем себе сами пока